Всем привет! Человеческая жизнь – это самая большая ценность, но некоторые люди настолько безрассудны, что готовы ею рисковать. Впрочем, даже самый осторожный человек не может жить вечно. Порой опасность подстерегает в самых непредсказуемых местах. Сегодня я расскажу вам про самые странные, а порой даже нелепые случаи ухода из жизни. Но сперва не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поехали! В ноябре 2017 года житель Краснодарского края погиб от взрыва гранаты. В результате расследования удалось выяснить, что парень за пару секунд до гибели выложил в соцсети селфи с гранатой, на котором видно, что чека предохранителя выдернута. По всей видимости, вставить ее обратно парень не сумел или попросту не успел. В наше время молодые люди готовы на все ради лайков, часто забывая о собственной безопасности. Бывают случаи, которые доказывают, что в этом мире рано или поздно каждый получает то, что заслужил. Даже если преступника не удалось наказать по закону, он все равно свое получит. В 1989 году некого Майкла Годвина осудили за убийство и приговорили к казни на электрическом стуле. В последний момент его адвокату удалось добиться, чтобы наказание заменили на пожизненное заключение. Но буквально через пару дней Майкл взялся чинить тюремный телевизор, перекусил провод и его убил от оком. В 2002 году один фермер из Бразилии заметил на своем участке огромный улей. Он решил жечь его, чтобы избавиться от пчел. Однако он понимал, что обозленные насекомые могут сильно его покусать. И чтобы защититься, он не придумал ничего лучше, чем надеть на голову полиэтиленовый пакет. Чтобы пчелы не проникли внутрь, он не сделал в нем ни одного отверстия, как будто попросту забыл о том, что ему необходим кислород. Никто не знает, почему он не снял пакет, когда начал задыхаться, но его тело так и нашли с пакетом на голове. Люди часто бывают забывчивыми, но одна женщина из Австралии однажды забыла кое-что по-настоящему важное. Выходя из машины, она забыла поставить ее на ручник. Неся в руках большой пакет с продуктами, она не заметила, как авто покатилось назад прямо на нее. Так машина убила свою хозяйку. Уверен, что многие из вас любят компьютерные игры. Но у некоторых это увлечение переходит в зависимость. В Южной Корее это давно стало национальной проблемой. Некоторые люди забывают есть и пить, потому что слишком увлечены игрой. Известно, что один 28-летний парень играл в виртуальные игры на протяжении 50 часов без перерыва. Он не ел и не спал. Его организм сдался раньше, чем персонаж игры. Сердце парня попросту остановилось. Сложно представить, как нужно увлечься игрой, чтобы не чувствовать сигналов, которые подает организм. Тем не менее, этот случай не единственный. В Китае один парень играл в автоматы в течение трех дней без перерыва и так и скончался на месте. Лавовая лампа – это довольно красивый светильник, но мало кто знает, какую опасность он таит. Для того, чтобы лампа служила долго, достаточно просто не перегревать ее. Но если светильник будет работать более 7 часов, шарики вниз обьются в один большой ком, который будет расширяться до тех пор, пока лампа не взорвется. Один мужчина в США забыл выключить лампу Лаву и погиб от ее осколков. Многие громко слушают музыку, гуляя по улице, но это может быть довольно опасно. В Колумбии на молодого парня упал вертолет. Конечно же, это произошло не в одном мгновении, и падение сопровождалось шумом неисправного пропеллера, так что парень запросто мог спастись. Но ничего не слышал, так как был в наушниках. Представьте, как громко играла музыка, если он не слышал, что на него падает вертолет. Если дымоход не почищен, продукты сгорания попадают внутрь помещения, и люди могут задохнуться. Поэтому очень важно следить за его чистотой. Вот только чистку лучше доверять профессионалу. Один мужчина никак не мог придумать, как ему вычистить свой дымоход, и решил использовать гранату. Ничего хорошего из этого не вышло. Кайтсерфинг – это относительно новый вид спорта, при котором спортсмена несет сила ветра. Спортсмен управляет воздушным змеем, кайтом и скользит по волнам. Сегодня этот вид спорта стал более безопасным, так как улучшились системы управления и появились профессиональные инструкторы. Но раньше им занимались любители, один из которых не сумел рассчитать силу ветра. Его унесло на 15-метровую высоту, с которой он упал уже не на воду, а в жилые кварталы. Сафари – весьма опасное развлечение. Обычно новичков сопровождает опытный инструктор, который рассказывает, что можно делать, а что нельзя. Но и без подсказок можно было догадаться, что внутри автомобиля более безопасно, чем снаружи. Несмотря на это, один неопытный охотник решил выйти и пойти прямо навстречу тигру, который растерзал его. Большинство людей, которые называют себя магами или экстрасенсами, по сути являются шарлатанами. Но есть и те, которые сами искренне верят в свои сверхспособности. Один из таких магов продавал брелки талисманы в Нигерии. Своим покупателям он рассказывал, что это амулет, который способен защитить даже от пули. Однажды один из туристов поднял мага на смех, а тот, чтобы доказать, что брелки работают, решил выстрелить себе, держа амулет в руке. Но брелок так и не сработал. Кто знает, возможно, в последний момент хитрый турист просто подменил магический брелок на обычный, подставив мага. Правды мы уже никогда не узнаем. А вот история еще одного мага, которого все называли Черный Пес. Видимо, он так долго всем внушал, что обладает сверхспособностями, что в конце концов и сам в это уверовал. В возрасте 68 лет он решился на странный трюк. Под ним должны были разжечь костер и накрыть металлическим колпаком. Черный пёс говорил, что запросто перенесет это испытание, но сгорел заживо. Двое мужчин из штата Вашингтон решили, что они сделают самую быструю машину в мире. Для этого они взяли бочку на 55 галлонов, залили в нее метанол и зажгли приделанный к ней фитиль. Они ожидали, что их машина поедет со скоростью ракеты, но в реальности бочка взорвалась, а оба изобретателя скончались в госпитале от ожогов. 55-летний житель штата Массачусетс так сильно боялся воров, что нафаршировал свой дом самыми разнообразными ловушками. По его задумке, как только грабитель открыл бы входную дверь, в него должен был выстрелить револьвер. Сам хозяин должен был каждый раз отключать эту сложную систему перед тем, как входить в дом. Но однажды он забыл это сделать. Что сделает умный человек, если встретит на своем пути раненого медведя? Конечно же, позвонит в службу защиты животных, чтобы те оказали ему помощь или хотя бы в полицию. Что сделал индианец Стара, оказавшись в такой ситуации? Он решил сфотографироваться с медведем. Не сложно догадаться, чем закончилась эта история. Когда вы садитесь кому-то в машину, то по сути доверяете этому человеку свою жизнь. Но водители далеко не всегда ведут себя адекватно, особенно в стрессовой ситуации. Один парень сильно разогнал машину, а затем увидел обрыв. Как назло, в тот самый момент отказали тормоза. Долго не раздумывая, водитель сиганул в окно. При падении он получил травмы, несовместимые жизнью. К счастью, его пассажиры каким-то образом сумели вовремя остановить автомобиль, так что водитель стал единственным пострадавшим. Ларри Олтерс был простым пенсионером из Лос-Анджелеса. С детства он мечтал быть пилотом, но плохое зрение не дало ему воплотить свою мечту. Однако Ларри решил, что должен хотя бы в старости подняться в небеса. Сделать это он решил весьма странным способом. Накупил гелиевых шаров и привязал их к своему креслу. Также пенсионер прихватил с собой ящик пива, бутерброды и ружье. Оружие понадобилось для того, чтобы снизить скорость в нужный момент. По плану он должен был стрелять в воздушные шарики тогда, когда нужно чуть-чуть опуститься. Казалось бы, этот человек был обречен. Вполне возможно, что он и сам не надеялся вернуться на Землю живым. Но хоть его путешествие и было сложным и рискованным, Ларри не только выжил, но и получил премию Дарвина. Вообще-то эта премия присуждается тем, кто умер самым глупым способом. Но Олтерс был так близок к этому, что по праву заслужил свою награду. Метеориты падают на Землю довольно редко. А вероятность, что это небесное тело попадет в человека, практически равна нулю. Тем не менее, такое иногда случается. Первый доказанный случай гибели от метеорита произошел в 19 веке на территории современного Ирака. Самая известная из подобных историй – случай Сен-Ходжес. В 1954 году метеорит пробил крышу ее дома и упал в гостиную, где хозяйка дома дремала на диване. Космическое тело повредило ей бедро, но женщина выжила. Вы наверняка слышали истории о том, как в древние времена люди прикладывали ухо к Земле, чтобы услышать, не приближаются ли всадники. Один парень в наши дни решил проделать то же самое с поездом. Он приложил ухо к рельсам, чтобы услышать, когда он будет приближаться. Но не учел того, что современные поезда не только сверхскоростные, но и бесшумные. В общем, даже если он и слышал шум приближающегося поезда, то было уже поздно. Два военных летчика решили посоревноваться друг с другом и выяснить, чьи трюки круче и опаснее. Определить победителя так и не удалось, так как оба мужчины разбились. Порой умные люди совершают очень глупые поступки. Один профессор стоял на мосту у водопада Виктории и случайно выронил свои очки. Он тут же прыгнул с моста за ними. Разумеется, шанса выжить после такого прыжка у него не было. На этом все, дорогие друзья! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски!